Всем шалом! Всех приветствую именем Ишуага Машиага. Того, кто есть, был и грядет снова. По названию видео вы поняли, о чем будет идти речь. На протяжении поездки, когда я был в Москве, Московской области, и назад, есть сильное свидетельство внутри снова обратить внимание на Китай, устремить духом свой взор на Китай. Примерно год назад, чуть больше года, первый раз я видел это видение, это откровение о выходе Красного Дракона, я делился этим тут на канале. И потом еще, если я не ошибаюсь, два раза были посвящены этому несколько видео о стратегии молитвы за Китай, о столкновении Китая и США, то, что было показано открыто. И там были определенные тоже советы, понимания. Я попробую не забыть поместить в закрепленный комментарий под этим видео эти три ссылки для тех, кому действительно это важно и интересно, и он хочет глубже понять тему. Сегодня снова я хочу говорить, что внимание на Китай, обратить внимание на Китай. И понимаю, что при том, что происходит сегодня рядом с нами, как-то не до Китая большинству людей. Но то, что происходит, уже происходит. Это уже не отменить, не отмотать, не изменить. Можно только ускорить процессы молитвой, для того, чтобы то, что происходит, скорее достигло своих целей и закончилось. Но то, что касается Китая, то, что касается этого Красного Дракона, о чем Бог показывал, это то, что предстоит только произойти. То есть события, которым предстоит только произойти. И мы, как Церковь, как Екклесия, можем определить, каким образом эти события будут протекать. В каких масштабах, с какой глубиной проблемы, беды, горя. Потому что скоро это коснется всех. То есть если кто-то думает, что Китай где-то там далеко, это то, что Дальний Восток, кто живет к ним, это близко. А я на юге здесь, где там тот Китай, до него там тысячи километров. Это заблуждение. Потому что то, что будет происходить, когда Бог показывал, это будет касаться очень многих, большую часть мира. И мы, как Екклесия, то есть люди, которые уже достигли определенной зрелости, которые думают не только о восполнении своих нужд текущих, и больше им ничего не интересно, но максимум за свой город помолиться. Люди апостольского склада ума, то есть это люди, которые смотрят глобально, широко, на весь мир, ищут понимание Божьей воли не только для своей жизни и своей семьи, а для времени, в которое он живет. То многим уже таким людям открывалось, что следующие большие события мирового значения, которые будут влиять на весь мир, будут происходить, и это будет связано с Китаем. С Китаем. И мы, конечно же, не сильно глубоко посвящены в эту всю культуру китайскую, и мало знаем это общество, оно довольно закрытое. Но уже можно сказать, что Китай владеет большей частью мира за счет своей экономики. Экономика сумасшедшая в Китае, и сегодня этот дух, который стоит за Китаем, он имеет влияние практически на весь мир через вот эти товарообороты, которые ему дано вести со всем миром и подсаживать мир в зависимость от себя. Это касательно внешней части. Духовное же событие, в этом мы должны, Екклесия, быть посвящены. Поэтому к чему я вас сегодня призываю в этом послании? Первое. Внимание на Китай. Духом, духом обратите внимание в эту сторону. И две вещи, о которых Бог показывал молиться год назад, и я так проверяю внутри себя, это все еще актуально. Это дух коммунизма, который подпитывает этого красного дракона. Этот красный дракон, это не дух коммунизма, но он подпитывает его. То есть молиться против духа коммунизма в Китае. И второе, это молиться за церковь, за экклесию китайскую, за наших братьев-сестер, которые там внутри этой системы стоят, поставлены Богом. Для того, чтобы они вели эту брань, и их руки были крепки. То есть мы их поддерживаем в этой битве, в этом Божьем деле, в которое они вовлечены непосредственно на месте. И сегодня, в отличие от всех предыдущих видео, я имею дерзновение совершить молитву за Китай и призвать вас, у кого откликается внутри, также согласиться в этой молитве. Перед этим еще раз повторюсь. Мы, как экклесия, можем и должны влиять на то, что будет. Потому что то, что будет, оно будет, оно не отменится. Оно непременно состоится. Но то, как это будет происходить, вот на это мы можем повлиять. И выход этого дракона, он будет, он неизбежен. То есть Китай неизбежно выйдет открыто на арену, мировую арену. И он будет делать определенные вещи, чтобы повлиять на весь мир, на весь строй существующий, который сегодня, он перемалывается, переменяется на наших глазах. Но то, каким образом это будет происходить, вот на это влияние может быть оказано. Почему? Есть больше, конечно, есть больше, о чем можно молиться и что открыто. Но почему я как-то к Богу пришел к этим вопросам, почему нельзя это все вывалить в эфир и там тысячи людей посмотрят. Потому что у всех разный духовный возраст, не все призваны к одной глубине духовной брани. И вот поэтому то, что вам Бог будет открывать, если у вас отзывается, это вот так и молитесь за Китай. Это, скажем так, задел на будущее, на годы вперед. Но когда уже начнет происходить, мы, я верю, не пожалеем, что послушались Духа Божьего и молились, хотя еще физически, может, не все было так очевидно. Вот так вот. Поэтому я предлагаю согласиться в молитве и молиться после этого дальше. И здесь даже момент, который очень такой тонкий, важный, я думаю, вы уже тоже это понимаете. Внимание на Китай. Почему внимание? Не всегда даже нужно это внимание в молитве оказывать. Но когда Духом ты смотришь туда, срабатывает эффект наблюдателя. Туда приходит свет. И когда ты смотришь Духом в определенную сферу, эта сфера начинает открываться. То есть ты, мы как активаторы для Божьего предназначения в тех сферах, начинаем, просто обратив внимание и смотря туда, начинаем открывать Божье предназначение. В том числе на Китае, потому что оно также есть от Бога. Но эти же дары хочет использовать и враг в своих целях. Вот так вот. Поэтому давайте молиться. Слава тебе, наш Отец Небесный, за то, что все народы однажды придут и поклонятся перед тобой. И мы как Екклесия Божья, как Церковь Твоя, мы сегодня молимся за наших братьев и сестер в Китае, за эту церковь подпольную во многом, которая сегодня там. И где бы они были, открыто или подпольно, мы благословляем всех Твоих детей в Китае, Твою церковь, Твоих сынов и дочерей. Мы молимся, чтобы апостольский дух взращивал их, укреплял их, и чтобы они пережили это становление в апостольской твердости, смелости, дерзновении. И открыто бросали вызов этому дракону, посрамляя его силой Твоей и во славу Тебе. Мы благословляем китайскую церковь, мы молимся, Господь, чтобы зрелые лидеры, зрелые апостолы и пророки, они вели эту церковь в этой битве, в этой борьбе против того духа, который стоит сегодня за Китаем. И эта борьба была успешной и принесла славу Тебе, и принесла великие плоды и великие трофеи в Царство Неба. Все враги Твои будут положены в подножие ног Твоих, и в том числе этот красный дракон, он будет положен однажды в подножие ног Твоих. Но до тех пор, пока он еще на свободе, мы высвобождаем это поруческое слово в его жизнь, в его существование, что что бы ты ни делал, это будет обращено во славу Бога. И мы связываем тебя этим пророческим словом и просто заклинаем тебя этим словом, что бы ты ни предпринимал, это будет обращено во славу Бога богов и царя, царей Ишуаха Машиаха. И также мы проклинаем этот дух коммунистический, который сегодня подпитывает этого дракона, эту идеологию, философию, стоящую за тысячами убитых, тысячами замученных. Мы проклинаем этот дух и верой мы просто отсекаем все эти каналы подпитки, которые были у этого красного дракона от духа коммунизма. Мы призываем раздор в этот стан, разделение в этот тандем во имя Ишуа Амашиаха. В тот день Господь поразит мечом своим, большим, тяжелым и крепким, Левиафана змея прямо бегущего и Левиафана змея изгибающегося и убьет чудовище морское. И потекут ручьи и потоки вод в день великого поражения, когда упадут башни, пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и пустыня превратится в сад, а сад будут почитать лесом. Глаза слепые откроются, уши глухие отверзутся, язык немой запоет, и хромой вскочит, как олень, и будет славить Бога богов и царя царей. Аллилуйя! Аминь! 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 Слава Богу! Вот такое послание. Призываю тело Христа сегодня духом смотреть в сторону Китая, получать откровения, высвобождать это в молитве, как Дух Святой вас ведет, в личной молитве, в общих молитвах. И это не то, что сейчас я говорю, давайте каждый день, там, без конца, просто время есть, идет подготовка. Просто проверяйте это, поставьте это как один из пунктов в вашем молитвенном списке и проверяйте. И вы будете иногда чувствовать, о, Дух Святой сейчас побуждает в эту сферу молиться, смотреть, получать, делиться с другими. Также, когда вы пишите комментарии вот под такими видео, я, безусловно, тоже их все читаю и черпаю для себя те пазлы, которых у меня нет, но Бог дает это тело Христа, и вы этим делитесь. Всем вам большой шалом! Из Крыма. Кто будет смотреть в шаббат, то шаббат, шалом! И идем дальше!